Друзья, всем привет! Сегодня у нас особенный выпуск, без пробулок, но с важной для меня и, надеюсь, для вас темой. Давайте поговорим о деградации современной архитектуры, о том, как нас научили любить это уродство. Современная архитектура, которую мы видим в наших городах, олицетворяет интеллектуальную деградацию нашего времени. Разглядывая бетонные джунгли с повсеместными однотипными зданиями, мы задаемся вопросом, как мы к этому пришли? Для ответа на данный вопрос мы должны обратиться к истории. Первые попытки упрощения в архитектурном строительстве появились на рубеже веков с конца 19-го, начала 20-го века в Германии и Нидерландах. Тогда, пытаясь максимально экономить и строить больше жилья для рабочих, власти этих стран со всей своей бетонтичностью просчитывали буквально до сантиметра жилое пространство помещений, и уже тогда в таких домах появлялись кухни до 5 квадратных метров, а комнаты примерно 10-12 квадратных метров. Далее в Веймерской Германии такой рациональный подход продолжил ли основатель направления в архитектуре Баухаус? Руководил этой школой Вальтер Гропиус, который считал, что архитектура должна быть предельно функциональной, рациональной и экономичной. Девиз школы Баухаус – это новое единство искусства и технологий. Не знаю, конечно, сколько там искусства, но, наверное, пожалуй, одни технологии. Таким образом, эта школа очень сильно повлияла на всю архитектуру 20-го века, но, как вы понимаете, это были еще цветочки. Пожалуй, главным врагом гармонии, красоты и высокого стиля в архитектуре можно было бы назвать архитектора Ле Корпузье – французский архитектор швейцарского происхождения и основатель архитектурного функционализма. Именно его можно назвать прародителем современных безликих бетонных мешков и хрущевок. А если посмотреть на планы застройки городов, которым он хотел застроить всю Европу и Америку, то возникает ощущение, что это больше похоже на какие-то компьютерные схемы, чем на города, как там жить. Так или иначе, со второй половины 20-го века по его планам строительства было изуродано немало городов в мире. Плоские крыши, крупные монолитные плоскости из железобетона – все его так называемые «шедевры» в кавычках – словно сошли со страниц фантастических книг про описание постапокалипсиса в мире киберпанка, а проще говоря, геометрически выверенный архитектурный ад. Сегодня мы поговорим, как интеллектуальная деградация затронула всю современную архитектуру. Возьмем за пример такие города, как Токио и Нью-Йорк. Токио – казалось бы прогрессивный, современный город, для многих мечта для жизни, но что мы видим, смотря на улицы этого города – это бесконечные бетонные мешки, обшитые стеклом и пластиком, бесконечное нагромождение рекламы, ярко выраженной и несуразной. То же самое можно сказать и про всеми любимый Нью-Йорк. Так ли он уютен и удобен, так ли он красив. Заметьте, все эти города красивы с высоты птичьего полета, и особенно ночью, в свете ночных огней. Но люди не летают, как птицы. Что мы увидим, как обычные люди, если просто погуляем по улицам этих городов? Есть ли тут место уюту? Окружает ли в данный момент человека архитектура с большой буквы этого слова? Выверена ли в этих местах городская гармония? К сожалению, без сравнения тут не обойтись. Мы настолько уже сильно приучены воспринимать данное архитектурное уродство и деградацию, как нечто нормальное и приемлемое, что просто не замечаем этого. Что ж, давайте сравним. Давайте сравним эти улицы с такими городами, как, например, Вена и Прага. Это считается одним из самых красивых городов Европы и мира в целом. К счастью, современные архитекторы не успели изуродовать в массе своей многие города Европы. Чего, к сожалению, не скажешь, а в Америке и России. Но все же мы живем в России. И я предлагаю поговорить о развитии архитектуры именно в наших городах. Если говорить об относительно массовом строительстве с плановой застройкой городов в России, то к концу 18 века в русском городостроительстве наметился переход от стихийного неорганизованного формирования городов к планному строительству на основе заранее разработанных проектов, планировки и застройки. Ну и среди многих самобытных городов России в это время безусловным особняком стояли Москва и Санкт-Петербург. А Санкт-Петербург же он и сейчас остается самым европейским городом России. На наше счастье, исторический облик центра города в большинстве своем дошел до наших дней. И мы можем с восхищением и гордостью любоваться этими шедеврами в полном мере. Но надо сказать, многие здания, так называемые доходные дома Петербурга, были построены уже с середины и до конца 19 века. И в большей степени своей красотой Петербург обязан именно этим домам. Как мы знаем, 20 век стал не самым лучшим временем для архитектуры, особенно в так называемые хрущевские времена. 4 ноября 1955 года было принято постановление 181 ЦК КПСС об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Но вот тогда-то был подписан приговор всей городской архитектуры как таковой. Исчезли уникальные архитектурные формы, уступив место бесхарактерным блокам и прямым линиям. А исторические памятники архитектуры, свидетели времени, стали уступать место асфальту и монолитным блокам. Но как нам с этим бороться? Да, это долгий путь, но начать нужно с осознания красоты и ценностей исторического наследия. Примеры капитального ремонта в Калининграде сегодня показывают, что удачные преобразования возможны. Требуют, конечно, ресурсов и времени. Давайте не принимать убогость, заданность. Давайте говорить о красоте и благоустройстве улиц. Давайте начнем менять ситуацию в лучшую сторону. Этот путь не быстрый, но он начинается именно с нас. Нашего понимания, что нашим городам нужна красота, уют и гармония. А не это бездушные бетонные коробки, обшитые пластиком и стеклом. Что ж, спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на канал, поставьте лайки и поделитесь видео с друзьями. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.